Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Если кто не знает, меня зовут Лиза, и сегодня у нас будет видео о вязании. Хочу поделиться с вами историей создания одного свитера, который я собираюсь вязать. Он будет из такой прекрасной синей пряжи, из артикула альпака. Я оставлю ссылочки, кстати говоря, на все, что я буду упоминать в самом видео в описании. Я как-то, знаете, не ставила на нее какие-то большие ставки, когда я оформляла заказ, но она меня просто покорила. Это настолько прекрасная ниточка, настолько она мягкая, настолько она комфортная, и я вообще от нее в полном восторге просто осталась. Я связала образец. Вот так, кстати говоря, выглядит этот цвет. Сейчас вам покажу пряжу. Мне еще пришли другие артикулы, но я их вам буду показывать в следующих уже видео, которые тоже будут посвящены некоторым изделиям. Данный артикул вот такой. У меня 8 моточков по 50 грамм. Все приходит вот в таком пакетике. Я не буду все моточки вам доставать, но у меня их 8, как я и сказала. 50 граммовые моточки в 50 граммах здесь 100 метров. И по составу данная пряжа это 70 хлопок, 20% шерсть и 10% антипилинг. Она безумно мягкая. Это просто, мне кажется, самая мягкая пряжа, что я трогала в своей жизни. Когда она мне только пришла, у меня какой-то вообще дикий восторг от нее был. Я буквально на нее вот так вот сидела, знаете, умолилась. Очень красивый цвет. Это 312 цвет. Вот так он выглядит. Я еще вставлю вам фотографии при дневном освещении, как это выглядит. Так как сейчас с искусственным цветом, наверное, не прям точно получится передать. И я, как вы видели уже, я связала из нее образец. Я буду вязать свитер классическим регланом с высоким воротом. Такой немножечко оверсайз посадки. Я просто, когда увидела референс один и стала выбирать пряжу, я поняла, что он туда на 100% подойдет. Я вставлю вам картинку, на которую я буду опираться. Я в своей тетрадочке написала уже расчеты, которые я планирую. А, и сейчас вам, кстати говоря, еще поделюсь плотностью. У меня получился вот такой образец. Резиночку я вязала на спицах 3 мм. Один на один она очень хорошо держится, прям супер вообще выглядит. И гладь я вязала на 3,5 мм. А врезец такой, то есть полотно непрозрачное, оно уже пушком, так сказать, образовалось. Вставлю, кстати говоря, еще как он выглядел до стирки. И это уже под стирки выглядит вот так. Я вязала супер маленький образец. Вязала маленький образец, так как мне жалко тратить пряжу. Надеюсь, я потом об этом не пожалею. И у меня не изменится плотность вязания. Вот, это будет мне очень приятно. В общем-то, в глади у меня получилось 2 петли плотность и в рядах 2,8 ряда. Кстати говоря, образец никак не изменился после стирки. То есть он не сел, не растянулся вообще, с ним ничего не приключилось. Только вот он лучше стал, знаете, выглядеть. И получается в резинке у меня 2,5 петли. И в рядах тоже 2,8 ряда. Вот так выглядит. Снова вам покажу. Вот такие очень прелестные, чудесные моточки. Это видео я хочу как раз-таки посвятить тому, что я просто буду вам рассказывать о том, как я вяжу изделие. С какими казусами, может быть, не казусами я сталкиваюсь и так далее. Я буду вязать реглан, как я и говорила, по-моему. Сверху вниз. Вот такие у меня расчеты. Получается, ширина у меня планируется примерно 54. Ой, чуть-чуть свободный, не прям оверсайз. То есть у меня свобода облегания получается где-то 20 плюс-минус сантиметров. А по высоте пока что, думаю, 56-58 вот у меня здесь написано. И на этой фотографии, которую я приложила вам, там, получается, свитер с разрезами небольшими идет. И, на мой взгляд, там примерно на расстоянии между резинками, на мой взгляд, 2-3 сантиметра. Поэтому мне кажется, что передняя резиночка у меня будет 7 сантиметров. Я еще скос такой небольшой сделаю. А может быть, вообще прям небольшой-небольшой. И задняя резиночка у меня будет 9 сантиметров по спинке, которая. Я всегда вяжу именно вот, как бы, сначала тело, потом рукава у меня идут. Но так как тут, я не понимаю, хватит ли мне пряжи, у меня 8 точков, то бишь 400 грамм. По идее, должно хватить, так как, знаете, очень легкая, летящая пряжа. Образец вроде бы довольно легкий вышел. В общем, он тонкий, и поэтому, мне кажется, должно хватить. Может, у меня не сам вот этот мой свитер. Он не очень большой будет, только вот самая большая, там, эта горловина. Она будет двойная, ну, в плане с отворотом. Ворот я решила сделать 48 сантиметров в обхвате. И высота у меня будет 22, то есть в половину примерно 1 сантиметр. Я, кстати, еще оставлю ссылочки на видео на росток, по которому я буду делать на росток у реглана. И видео про фабричный край, так как я буду закрывать фабричным краем. Я думала, сейчас уже сидела, может быть, набрать фабричный край, горловины. Не знаю, посмотрю, сейчас, может быть, наберу как фабричный край. Вот так выглядит мой росток, так выглядит расчет. То есть сначала я буду провязывать прибавки, точнее, прагзать петли по рукавам, потом я перейду на перед. Вот, так что, да, начну его, буду к вам постепенно подключаться. Показывать, что у меня получается. А пока что начну, соответственно, с горловины. У меня, вы не представляете, как руки просто чесались начать вязать. Свитера мне прям безумно-безумно хотелось. Я, кстати, как обычно меряю себе петли. Я вот так вот, вот, я смотрю, типа вот так вот у меня обхват шеи, да? Ну, вот такой примерно у меня под горло, да? Ну, примерно. Я вот это расстояние, вот оно у меня. Это я такой способ увидела. Вот так три раза делаю. Типа у меня должно шесть ниток получиться, если мы в одну вяжем. Так, четыре, пять, шесть. И, по идее, вот это как раз то количество, которое мне нити хватит. Мне вообще сто двадцать петель надо набрать, так как плотность очень прям такая получилась. В общем, тоненькая вроде бы пряжена, но она не тоненькая. То есть, двести метров нормальный метраж. Но сама нить, видите, она, как бы вам так показать, видите, вот так это выглядит. То есть, она не пружинит, у неё такая плотная крутка. Шнурочек это вроде бы, да, называется. У моточки она, короче, она в образцы потом более пушистая получается. То есть, пушок выпускает. Я стирала, кстати говоря, в машинке в холодной воде на деликатной стирке с добавлением средств для стирки, для шерсти. Для шерсти, короче, средства. Всё нормально вообще с образцом. Я все вещи стираю в машинке вязаные. Меня всё устраивает. Конечно, предварительно я стираю образец, чтобы посмотреть, что с ним будет. Вдруг он сваляется вообще, и как бы потом у меня изделие бы свалялось, если бы я не посмотрела. Безвечная проблема, когда ты слишком много нитки оставил. Ну, я её сейчас замотаю в такой шарик. Так, я снимаю со вспышкой, потому что темновато. Вот так выглядит сейчас резиночка. Очень прям ровненько, причём до стирки ещё выглядит уже ровненько, да. Есть, конечно, кое-где у меня тут небольшая рядность, но в целом это незаметно. На троечке, как мы помним. Так, ниточка у меня тут запуталась что-то. И связать мне надо 60 рядов. Я связала только 8 сантиметров пока что. Это у меня, по-моему, 22 или 23 ряда. 20, 21, 22, 23. Да, 23 ряда, сейчас 23 идёт. То есть, я бы пометила 20 рядов. Я каждые 10 рядов ставлю маркер, так легче считать. Я вижу, получается, вот на левой, на коротенькой, на троечке, и правую я стандартная. У меня тут спицы, потому... Мне так просто-напросто удобнее. Надо будет мне спицы вот такие убрать. Вот, видите, насколько как бы отлеживается. Но я хочу себе такие укороченные купить. Я в целом хочу себе купить набор укороченных. Именно не знаю, вот нит про или нет. Я хочу другую какую-нибудь бренду попробовать. Lookis бренд. Не знаю, как правильно называться, я подпишу. У них есть такой барби какой-то, в общем, наборочек. Вот. Пока что 80 сантиметров всего лишь связано, немного. Счёт на того, что она у меня в половину только 11 сантиметров, мне ещё вязать и вязать считать я только одну третью связала. Если вам интересен расход, где у меня тут клубочек мой. Пока что у меня вот столько осталось. Не знаю, мне кажется, это по ощущениям грамм 30 ещё. И это и так мои самые маленькие спицы, что у меня есть троечка. Вот. Поэтому вот так это выглядит. Видите, как бы... Да, это просычит, но с учётом того, что у меня будет это вот два... Ну, отворот как бы такой, с отворотом. То у меня вообще без разницы. Плюс у меня образец, я нормально вязала на 3,5 гладь. Она забьётся ещё пушком, я думаю. Будет супер выглядеть. Но так мне в целом нравится. Не знаю, даже большой это расход или нет. Посмотрим. Но пока что, не знаю, вроде бы нормально. Один свитер как-то раз я уже начинала вязать с отворотом. Но, знаете, как-то там этот отворот не прижился. Он там смотрелся несуразно как-то. Вот как раз он был не того размера, поэтому он смотрелся там как-то несуразно. Вот. И всё. Я больше не вязала с отворотом, именно с таким большим городом. И в целом у меня как бы в моём гардеробе лишь парочка свитеров, мне кажется, да. С отворотом, мне кажется, даже один. Который, знаете, именно в котором отворот смотрится именно красиво в тему. И вот он такой прям хороший, который вот здесь вот не делает тебя просто кабачком каким-то или колобком. Продолжаю потихонечку продвигать. Но должно будет смотреться красиво. Продолжение следует... Немножечко из вязальных новостей. Почти навязала горловину. Вот так это выглядит. У меня осталось буквально 11 рядов, и я наконец-то приду на росток. В моём понимании росток вязать быстрее. И я, получается, использовала целый вот такой моточек 50-граммовый. Но, по-моему, я начинала моток, который у меня уже был начат, то есть, из которого я вязала образец, так что там, скорее всего, не 50 грамм было. То есть вот здесь уже, ну, наверное, уже 50 грамм. И я начала новый моточек. Но из него пока что я извязала, не знаю, может быть, грамм 5. Ну, короче, немного. Я думаю, на горловину в целом у меня уйдёт грамм 60. Мне кажется, это будто бы нормально из-за того, что она большая прям. То есть, по идее, это должно выглядеть как-то вот так. Да? Такая сложенная вдвое. И она прям такая, ну, плотненькая довольно-таки. То есть её вдва особенно сложить. Конечно, если бы я вязала маленькую горловину, я бы уже давно-давно перешла на росток. Но так как она у меня сама по себе высокая, ещё и как-то с отворотом, то, конечно, это даёт о себе знать. Вот. Но в целом, как я и сказала, я уже почти довязала. Всё, у меня там буквально. Сейчас у меня 49 ряд. Мне надо 60. 61. Я, скорее всего, в 61-м я начну гладь провязывать. Вот. У меня сейчас 49 ряд. Начнётся 50. То есть, ну, типа, один ряд осталось провязывать. Я очень рада. Я довольно много рядов связала, когда сегодня по делам там ездила. То есть, почти 20 рядов где-то я связала. Поэтому я в целом заметила, что у меня как-то быстрее с этой пряжи начала вязание нити. Я как-то бы к ней... Я привыкла, в общем, к ней привыкла, к этой нити, потому что она довольно скользкая, наверное. Я уже жду, когда я вот так смогу её надеть. Хотя бы с небольшим росточком посмотреть, как она будет выглядеть. У меня уже безумно-безумно-безумно интересно. На троечке, конечно, вяжется. Тяжко. Даже не то, что тяжко, но я представляю просто, что у меня, в общем, на ширину у меня получится, по-моему, 200 с чем-то петель. Мне так нравится этот вайп маленьких моточков. Я прям вообще обожаю маленькие моточки. В моей вот этой вот корзинке, значит, лежат мои моточки. Это так мило выглядит. Я не знаю, мне-то такое удовольствие доставлять, знаете, просто смотреть на них, просто щупать пряжу, просто вот... Просто от неё кайфовать, наслаждаться ею. Ну, цвет просто волшебный. Он, я говорю, на камере он какой-то фиолетовый уходит. Но в жизни он больше в такой уходит тёплый-синий как-то. Ну да, в тёплый-синий, наверное, как-то так я это бы объяснила. Именно с таким даже холодным тоном, но тёплым вот... Короче, не с фиолетовым тоном, вот именно с синим прям, с серым даже каким-то. У меня целая регланная линия, вот у меня оранжевая регланная линия, потом вот здесь оранжево-голубая регланная линия, розовая и вот эти две. Тут у меня начало ряда. Голубенький маркер. У меня не нашлось всех цветов. Я бы все одним розовым, допустим, сделала. Жирненький маркер у меня регланная линия обозначает, а вот здесь на рукавчиках в местах разворотов. У меня тут вообще по две петли, но, знаете, я боюсь запутаться, и поэтому я всё равно поставила маркер, даже при условии того, что у меня везде по две петли здесь на рукавчиках. Напоминаю, как реглан мой выглядит. Вот так вот. Сейчас буду вот отсюда вязать. Вот сюда, вот они. У меня точки разворота. Сейчас будет долгожданная примерка ростка. Я связала росток. Я просто ещё про глина для видео говорю. Но пока что это вообще не фреш выглядит. Пока что это выглядит так. Пока что, возможно, не так понятно. В общем, на референс похожи, как мне кажется. Горловина вообще супер. Блин, эта пряжа настолько она... Настолько она приятная к, как бы, телу, да, к шее. Это... И сзади у меня там регланные линии. Я думала углублять ещё горловину, но мне кажется, не стоит. Уже и так смотрится вот прям, как я хотела. Мне нравится, что у меня лицо не выглядит, как баклажан. Я извиняюсь за шум, который, возможно, есть на фоне. Мне всё нравится вообще, как это выглядит. Выглядит просто прекрасно. Выглядит так, как я хотела. Поэтому я буду продолжать вязать. Просто уже делать прибавки именно в реглане, чтобы глинять, соответственно, мою пройму. Вот. И очень довольна то, что получилось прям красиво и как я хотела. Я вот по этому видео рассчитывала себе регланную линию, как делать. Я вам оставлю ссылку в описании. Вот я рассчитала себе прибавочки. Надо 19 раз сделать прибавки. Вот по этим регланным линиям, со спичком я вам покажу, мне надо будет сделать прибавочки. Я их буду делать в каждом третьем ряду. Вот получается, как здесь у меня написано. Вот с первой я начну и дальше по нарастающей 19 раз. Ну, не 19 прибавок, а 19 раз. Всего у меня прибавок должно быть 38. То есть 38 петель надо прибавить. Вот так как мы прибавляем по 2 петли за раз, то вот так вот получается. Получается с двух сторон по реглану я буду прибавлять. А у меня, так как я планирую рукав, ну сколько, 40 сантиметров, да, где-то в обхвате. Короче, 12 петель у меня подрезы, то есть по 6 петель, 6 петель на подрезы, да. Получается то, что у меня плотность 2 петли. Обхват руки получается 40 сантиметров. Ну, не руки, как бы рукава. Соответственно, выходит то, что 80 петель надо на рукава, да. У меня сейчас 32 петли, я добавлю 38, так как буду по всем сторонам регланных линий добавлять. Это получится еще 70, плюс у меня 6 петель на подрезы, 76. Ну, там я добавлю, ну, там еще 2 как бы добавляются с двух сторон, 78. Ну, как бы на 2 петли меньше будет ничего страшного. По идее, так по моей логике должно быть. Ну, у меня есть, конечно, ощущение, что вот тогда как бы реглан, он же вяжется вот так, он у меня где-то вот здесь, он у меня будет 40. И мне надо будет убавить вот так вот до 23 сантиметров. А это, друзья мои, в резинку мне, получается, надо будет. Соответственно, у меня 2,5, 57 петель. Ну, хорошо, 58, да, так как у меня будет 78, по идее. Плюс надо четное число. Тут, по идее, 78 петель у меня получится. Соответственно, это на 20 петель надо убавить, но по рядам я еще не знаю, так как я еще хочу до подрезов довязать. Я всегда мерю потом только руку, сколько мне надо. Вот, так что да, я продолжаю вязать маркером. У меня тут все регланы, мои линии отмечены. Продолжаю потихонечку делать прибавочки. У меня в целом еще есть другие, как бы, процессы, которые мне тоже надо продвигать. Но об этом не в этом видео. В этом видео только о свитере, об этом. Мне надо вязать заказы. Сегодня я, наверное, все-таки провяжу вот этот свитер. Потому что вот мой заказ, который я вяжу, я там уже почти дошла до разделения рукавов. Ну, а дальше там, как бы, вязание уже быстрее немножечко идет. Вот, сейчас в целом здесь тоже будет намного быстрее вязание идти из-за того, что я, наконец-то, перешла на лицевую гладь. Минус только в том, что и в свитере на заказ, и в этом свитере у меня используются одни и те же спицы. То есть три с половиной для лицевой глади. Их, конечно, вот так вот менять постоянно не очень удобно. И, наверное, мне надо будет уже скоро перейти на леску 60, потому что тоже туговато уже идет вязание. Уже очень много петель. Вот, и немного неудобно становится вязать. Вот, чтобы, как бы, они у меня еще тоже, знаете, не слетали со спиц петельки. Тоже надо за этим следить. Вот, пока что я провязываю, получается, ряд такой установочный, можно сказать. Вот где, знаете, когда вы разворачиваетесь в вязании, да, поворотными рядами я вязала. Вот здесь росток. Я обвязываю немецким способом, по-моему, это называют, когда петельку так подхватываете. И вот эти вот стыки у меня, где я петли, ну, так вот разворачиваюсь, да, там вот есть сейчас, по-моему, один стык, только его надо как раз-таки провязать, чтобы там не было никаких дырок. И после этого провязывания я начну уже делать, как бы, вот эти вот прибавочки. Вот. И буду их считать, отмечать рядочки. От этой пряжи это вообще какая-то безусловная любовь. Она буквально, ну, действительно, друзья, она летит просто по спицам. Плюс, на самом деле, у меня вот эти спицы, знаете, что, какой нюанс? Спицы стоили 600 рублей, чтобы вы понимали. У меня в наборе от Knit Pro, вот этот Ginger, да, у меня есть спицы там разные. Ну, то есть, у меня там спицы шли от трех с половиной до, по-моему, двенадцати, да, до двенадцати. И вот, начиная от четырех с половиной, они идеально залакированы. То есть, они прям, знаете, прям такие скользкие-скользкие. Но до четверки они очень плохо залакированы. То есть, три с половиной и четверка ужасно залакированы. Плюс я сломала вообще изначально, как бы, из набора своей спицы, три с половиной стандартного размера и заказала укороченные. Три с половиной, вот. И я заказывала еще тройку себе новые, так как у меня в наборе не было тройки. По итогу, извиняюсь за шум, не смоется. По итогу вот это вот то, что я как бы заказывала, да, они тоже плохо пролакированы. Не скользят, но набор, набор, да, который у меня получается тоже серия Ginger, тоже Need Pro, только вот эти укороченные, прям мини-мини короткие. Они отлично все пролакированы. Они прям скользят. Я не знаю, это от партии зависит или от чего. Но попалось именно, что два размера спицы почему-то, причем самые ходовые плохо пролакированы были. И вот на них, конечно, уже не так петельки скользят, вот. Но мне сейчас просто неудобно будет настолько, как бы, коротких вязать основное полотно. Это не имеет смысла. Я вот, честно говоря, не знаю, как поступить. Мне из-за этого, знаете, мне хочется какой-то новый набор попробовать спицы. Я думаю, вот над этим Луки, Луки. Я, по-моему, его упоминала, который такой барби, у них набор есть, очень розовый, красивый. Но я пока что не готова так много, как бы, денег тратить на набор себе. Я думаю, может быть, мне стоит попробовать купить себе просто какие-нибудь спицы, типа, знаете, одиночный вариант, да, какие-то самые, вот, которыми я пользуюсь, вот, непосредственно их попробовать. Но пока что я думаю. Пока что я в раздумьях посоветую, чем, может быть, какими вы пользуетесь спицами. В целом, можете все советовать, но я не шибко жалую металлические, как-то мне, мне как-то они не нравятся. Я не знаю, почему, но вот они меня не очень привлекают, не очень мне они как-то к душе, будто бы. Мне не нравится вот этот звук у них, вот этого металла, короче. Я такое не очень как-то люблю. Но, во всяком случае, у меня просто были металлические спицы, и мне как-то это не полюбилось. Я вот хотела именно деревянные. У деревянных мне стук спиц больше нравится. То есть я ничего против стука именно не имею. Но мне не нравится именно стук у металлических. Плюс, как-то, знаете, для меня дерево выглядит необычно. То есть именно у дерева будто бы прикольные расцветки разные. Есть вот та же серия симфония, по-моему, она называется, да, от Нитпро. Может быть, мне их стоит попробовать. Я не знаю, я хочу какие-нибудь, короче, попробовать. Ну, вот, купить одну пару хотя бы ходовую, посмотреть на разные. Потому что, ну, как-то раз на раз повезет, не повезет. Вот эти спицы, то, что плохо пролакированы, и это реально влияет на вязание. Полотно влияет, то, что они, как бы, на них не так хорошо полотно скользит, короче. А если еще и пряжа какая-нибудь такая суховатая, то вообще. Вот. И я, конечно, хочу улучшать свои там навыки, улучшать свое вязание. Хотя этот набор, ну, стоил приличных денег. Вот. И как-то, знаете, да, не очень-то приятно. Вообще, у них вышла новая коллекция. Латтерн Мун, по-моему, она называется. Спицы из черного дерева. Но они там тоже какие-то, вообще, знаете, люксовые. Но меня будто бы смущает, знаете, что там мало размеров. С другой стороны, я думаю, я ни разу не пользовалась 12-ми спицами у себя по итогу. Я, самый максимум, который я использовала, это девятые для вязания шарфа. Ну, то есть, я, как-то, знаете, не очень пользуюсь большими спицами. Плюс, если что, у меня есть большие размеры, которые меня устраивают, да. Но я вот хочу именно посмотреть на маленькие размеры. На маленькие, насколько хорошо они будут пролакированы. Ну, вот тоже, знаете, как-то так на Абум заказывать, не потрогав их, не знаю. А они по отдельности, я не помню, продаются или нет, эта коллекция есть. Если что, на все, что я упоминаю, постараюсь либо ссылки оставить, либо картинки буду вставлять вот здесь. Вот. Еще я у девушки, которая мне очень нравится, как она вяжет. Она рассказывала про спицы Эдельвейс, но их сняли с производства. Тоже шикарно выглядит. И вот она прямо говорит, что это ее любимые спицы. А я ей доверяю, так сказать. Но их сняли с производства, поэтому их нигде не приобрести, к сожалению. Хочу показать вам, сколько я связала. Сейчас только на леску побольше пересниму, а то как-то не особо сейчас видно. И странно отсмотрится. Итак, как-то вот так это выглядит. То есть это у меня перед. Вот у меня регланные линии. Вот здесь. И сзади вот столько связано. Ну, как бы, по идее, это будет вот так. Вот, как бы, как углубление спереди у меня получается. Ну, что-то типа такого будет смотреться. А я, получается, начала новый моточек. У меня осталось на этой прекрасной корзине. Один, два, три, четыре, пять. То есть я начала третий моточек. То есть сейчас здесь 100 грамм. Я начала третий, но сейчас где-то, может, 115. В целом, расход нормальный, мне кажется, потому что я довольно много в целом связала. И сейчас у меня 16 ряд прибавок. Да, по-моему, 16. Плюс у меня, считайте, почти целый 50-граммовый моток ушел только на горловину. Вот. Я думаю, мне хватит. Должно во всяком случае хватить. Вот. Других вариантов у меня, потому что и нет. Нельзя, чтобы не хватило. Сейчас постараюсь померить. Возможно, с этой штучкой будет немного странно смотреться, но я постараюсь. Все у меня в шерсти. Единственный минус в том, что к пряже, конечно, липнет все жутко. Еще цвет темный. Мне очень нравится, как выглядит. Мне нравится, что в классическом реглане сразу как-то, знаете, петли ты формируешь. Вот. Мне очень нравится, что в классическом реглане сразу формируешь рукавчики. Главное, чтобы пряжи только мне хватило. Так вообще он безумно приятный. Очень мягонький. Блин, не верится на самом деле, что своими ручками такое вяжешь. Потому что я бы не купила в магазине такой свитер, в частности, с таким составом. Он бы у меня не вышел в такую стоимость, в которую вышел. И также к этому еще он был бы как бы не того, может быть, размера. Но с размером еще ладно, можно как-то больше угадать в магазинных свитерах. Но вот с составом вообще нет и с цветом. Но тут прям круто, что вот можно, знаете, вязать вещи прям под себя. Очень красиво выглядят, кстати говоря, регланные линии. Сейчас, по-моему, на 23-м или каком-то там ряде. То есть меньше рядов 25, по-моему, с чем-то провязывать. Около 30 даже может. Но еще прилично, короче. Вот. Только я, знаете, что не понимаю немного. Регланные линии, она же мне как должна считаться? Ну, не со спины же? С переда, наверное, правильно? 20 мм по переду. Сейчас на 40-м ряду в прибавках. Осталось 14 рядов. Вот у меня по спине довольно уже длинная регланные линии. Вот. Очень, очень мягонько, очень красиво. Ну, кстати, я начала вообще уже. Какой? Четвертый моточек. Вот столько у меня четвертого. То есть сейчас там где-то... Сейчас в свитере где-то 150 грамм с чем-то. Вот у меня еще 4 моточка лежит. В целом расход хороший. То есть, считайте, я почти до подрезов довязала. Мне до 100% хватит довязать до подрезов. Плюс еще останется даже просто от подрезов провязать энное количество рядов, чтобы рукава начать делать. Я все равно, конечно же, начну с рукавов. Так что я вообще уверена в целом, что пряжи мне прямо хватит. Пересняла пока что, закрыла точнее петли, потому что мне надо другой свитер повязать. Там нужно тоже 3,5 спицы. Вот. Так что да. В корзинку пока что свой проектик складываю. И он у меня тут лежит. Вот столько свитерочек уже связано. Сейчас коротенькая у меня леска, ну, как обычно. Сейчас 60-е пересняла, потому что то, что я еще прибавки на рукавах провязываю, то как бы получается так, что, ну, уже неудобно прямо на 40-каковой вязать. Вот. У меня уже достаточно длинная регланная линия по спине сформировалась, по переду она, по-моему, еще не настолько длинная. Ну, еще не 20 сантиметров, во всяком случае, как надо. Вот. Получается, осталось всего лишь 14 рядов уже, так сказать, на финишной прямой. К подрезам уже очень, честно говоря, хочется довязать, потому что как-то я подустала. Прибавки делать. Вообще, на самом деле, для меня лично в реглане самое сложное как раз, ну, не самое сложное, то, что мучительное, это когда ты делаешь именно прибавки в регланных линиях, ну, как бы в рукавах. В погоне ты ему вот так прямую пройму, да, условно я делаю. В классическом реглане вот так, как бы наискосок. И вот ты вечность просто провязываешь эти несчастные прибавки. Так, я замерила сейчас. Так, чуть-чуть убавлю. Регланная линия, да. Плохо видно, в жизни лучше это видно, конечно, чем на камере. Вот эта часть, это спереди. Она у меня уже 20 сантиметров, поэтому вот здесь я решила, вот я сделаю прибавку в 49-м ряду, поэтому вот эти два я не буду провязывать. Это минус у меня сколько получится? Четыре петли. Минус четыре петли в рукавах, минус четыре петли на переде и минус четыре петли на спинке. Но, так как у меня довольно-таки тонкая пряжа, ну, точнее, довольно-таки тонкая гладь, маленькая гладь, короче, вы меня поняли, мелкий рисунок получается, я сделаю восемь петель на подрезы. Получается, сейчас я вижу 50-й ряд. Мне вот осталось довязать буквально вот эту часть и переснимать. Мне не хватит кусочек этого пряжи. Ура! Разделила рукавчики, наконец-то. Сейчас провяжу, наверное, ряда, может быть, четыре, ряда, точнее, четыре, чтобы можно было петельки набирать для рукавов вот здесь. А то мне неудобно будет просто, даже если два ряда только провяжу. Я очень рада, что, наконец-то, я перешла на тело. Это самый лучший момент, потому что тут уже все идет супербыстро. Я вот связала сейчас вот такую высоту. По идее, мне этого хватит, чтобы нормально набрать петли. Поэтому сейчас я возьму заглушечки, закрою, потому что мне нужны спицы 3,5, да и просто как бы, иначе все распустится в тело, так как я же тело сейчас не планирую вязать вниз. Я планирую вязать рукава. Мои любимые крючки — это металлические. Я как-то в один момент, знаете, решила накупить себе всех размеров крючки. У меня есть три, три с половиной. Ну вот, кстати говоря, не хватает, наверное, только 3,25, мне и 3,75 крючка. Остальные у меня все размеры есть, такие, знаете, типа ходовые, которые... Короче, все, все мои спицы. Сейчас будет включение с моим рукавом, который, я вам могу сказать, я довольно-таки сильно его продвинула. Сейчас вам покажу. Вот так сейчас выглядит рукав. То есть я в целом уже связала половину. Даже больше, наверное, половины. Давайте посмотрим на мои прибавки. Что у меня осталось? Это осталось, честно говоря, всего ничего. Я сейчас на 45-м ряду. Влечне как у меня 45, 46, 47, 48, 49, 50. И, короче, скоро буду в 52-м делать убавочку. Останется у меня 60-й, 67-й и 75-й. Плюс я ряд провяжу просто как бы без прибавок, 76-й. Либо в 76-м я уже буду на резинку переходить. Посмотрим. И, короче, да, останется мне только резиночка. На самом деле я безумно рада, что продвигается процесс. И как-то, знаете, у меня рукав прям полетел, я вам скажу. Вчера я прям немного вязала. Как-то я вот с утра что-то чуть-чуть повязала рукавчик, да. Вот я начинала его чуть-чуть. Прям я там связала рядочков пять. Потом, потом только вот поздно вечерами за него взялась. Вязала я, ну, часа два, наверное. И вот я связала большую часть. И он действительно прям летит рукавчик. Мне кажется, за то, что, ну, во-первых, я петли убавляю, их меньше становится. Быстрее провязывать. Уже, кстати говоря, становится на сороковой леске не очень удобно вязать. Ну, и даже в одном короченных спицах. Вот. Мне, кстати, пришла еще лесочка и кое-что еще для вязания. Сегодня, по идее, должно будет прийти. Так что, если оно сегодня придет, я вам заберу, схожу, покажу. И вроде бы, по моим подсчетам... Хотя уже сомневаюсь, честно говоря. Я думала... Блин, я думала, мне просто моточка, в общем, хватит. Целого, ну, 50 грамм на рукав, в общем. Но что-то мне подсказывает, что не хватит, скорее всего, этого, то, что у меня осталось от этого мотка. Я не знаю, сколько это. Но знаете, я связала больше половины. Получается, у меня уже 75 рядов. Мне осталось вообще меньше 20 даже вязать. Ну, хотя, с учетом того, что мне еще 10 сантиметров резинки вязать, так что, наверное, мне, конечно, не хватит этого моточка. У меня в корзинке осталось два. Спасибо большое. В корзинке два мотка осталось. Я связала вот такой рукавчик. Иголочкой закрывала. Только, знаете, у меня видно, будто бы вот резинку вот эту полую. И мне идеально, кстати говоря, хватило нитки. Я так идеально ее отрезала. Если у меня рука опущена, в какой-то такой зоне находится, то это вот где-то по запястью. В целом меня устраивает вообще более чем. Все, следующий этап, второй рукавчик. Я закрыла рукавчик второй. Связала его как минимум. Вот, наконец-то, тело довязывать. Ой, у меня осталось, короче, вот такой кусок. Да, кстати, осталось больше, чем после второго рукава. Давайте как-то взвешить, что ли, попробую. Отсюда я начну ряд провязывать. Можно будет посмотреть, сколько у меня пряжи уходит на один ряд. И тогда как-нибудь вот так посчитать примерно. Убавочки тут у меня такие аккуратные. Я, кстати, знаете что? Я делаю убавки вот так. То есть я их делаю посередине подрезов. Сейчас вам покажу. То есть у нее у меня уходит где-то вот где локоть примерно. Так вот, видите? Такая вот у меня одна линия убавочек идет. Они особенно на темной пряжи вообще не усиленно заметные. То есть где-то вот отсюда. Я выделяю как бы одну петлю основную. И возле нее я делаю убавки как раз таки. Выглядит аккуратненько, красивенько, симпатичненько. Итак, я взвесила вот этот кусочек. У меня весит 28 грамм. Вот этот 38. Из чего получается? В целом, возможно, мне хватит 166 грамм. Так как я планировала сколько там? 55. Ну вот, наверное, минимум, который я для него готова сделать, это где-то вот 55, наверное. Потому что дальше слишком коротко. Именно для этого свитера я люблю как бы относительно короткий свитер. Я готова 50-сантиметровый, допустим, носить, да? Но это тогда так слишком коротко получается. Ну, в целом, я рада, что, кстати говоря, знаете, у меня такой еще кусман остался с рукава. Возможно, мне все-таки хватит. Ну, 66 грамм в целом. В целом это лицевая гладь. Ой, я даже не знаю, честно говоря, это так тяжело. Выглядит пока что это вот так. То есть это по переду. Вот. Мне надо замерить по спине. В целом длину. Вот. Не понимаю, правда, как мне ее лучше замерить. Но как-то, наверное, я бы мерила вот отсюда, скорее всего, от плеча. Отсюда. Вот у меня это расстояние где-то, короче, тут 27. Тогда 29 сантиметров. А если 57, я бы делала туда 30 сантиметров. Все надо связать. Вот. Наверное, я буду делать 56. И не знаю, просто видите, я хотела еще сделать разрезы. Но, скорее всего, не отпадаю, потому что у меня мало пряжи осталось. И лучше тогда по кругу просто сделать его. Вот. Резинка 7 сантиметров. Я сделала в целом, она нормальная будет тогда. Кстати, на вот это расстояние, если мы 29 минус 7, это будет 22 сантиметра. Вот. Так что, да. Такой вот план у меня. И 7 сантиметров резинки. Ну, вот здесь как бы я 10 вообще писала. Но, по-моему, это не 10 получилось у меня по итогу. 9 у меня получилось. Я вот ряд тестовый свой почти довязала. Вот у меня получается 37 грамм. Это было до того, как я начала вязать ряд. Сейчас посмотрим, сколько ушло. Блин, если ушел 1 грамм, это просто замечательно будет. Потому что 1 грамм это 1 ряд. Мне надо 55 рядов. Сейчас ты отсиделись? Ага. Блин, я считала, что мне 22 ряда надо. Ну, возможно, придется просто вот здесь немного укоротить, чтобы мне на резинку ходить. В целом, да, у меня уходит грамм на ряд. Соответственно, я смогу связать из этого матка только 36 рядов. Это, конечно, мало. И там у меня тоже не так много остается. Вот я и думаю, как мне лучше сделать. Надеюсь, сейчас нормальное освещение. Хотя бы немножечко. Вроде бы нормально выглядит. Она такая очень резкая, знаете, потому что у меня лампа прямо в стул направлена. Ну, и свет плюс еще здесь включен. Поэтому я немного могу странное лицо выглядеть. Ну, ладно, я хочу вам показать процесс, да. Сколько уже связано. Пока я была в городе, гуляла там с мамой. Надеюсь, вставила я кадры. Я немножечко попродвигала его. Я в целом еще, знаете, что поняла, что в целом же после стирки его можно как бы растянуть, заблокировать в нужную длину. И он будет тогда нужной мне длиной, условно. Я свяжу просто тогда, наверное, на то, что хватит. Потому что я уже посмотрела на сайте. На сайте пряжи цвет этот закончился, к сожалению. Поэтому у меня даже не будет варианта его подзаказать. Так вот, рукавчики, значит. Сейчас вам покажу, постараюсь. Вот так это сейчас выглядит. Готовы вот рукава, как вы видите. С моим фабричным закрытием. Очень люблю его. Я решила вязать по кругу просто резинку, не делать разрезы, как я планировала изначально. Потому что просто по кругу идет меньше пряжи. В целом, как-то, знаете, я поняла, что как-то мне не хочется будто бы все-таки разрезы. Потому что у меня уже есть свитера с разрезами, которые вот из магазинов, допустим, как этот он. Он как раз-таки вот с разрезами. Потом у меня еще один есть. Еще себе я вязала. Именно вязала с разрезами, да. Пока что. В общем, вот такой этап. То есть от проймы у меня, прям видите, немного связано. Мне в целом от проймы надо связать 27 сантиметров получается. Так что, да, пока что вот так вот. Чуть-чуть я связала. От проймы, блин, сантиметров, не знаю, 7 может быть связано. Пока что вот так. Пока что вот такой франкенштейн. Немножечко. Но я на самом деле рада, что я сделала полноценную горловину, как я хотела. То есть я хотела такую большую, я сделала ее большой. Я сделала рукава, какие я хотела. То есть в плане длины это такой как бы момент, который можно подкорректировать. В случае чего потом, может быть, я дозакажу. Потом подкорректирую. Я просто подумала, что после стирки скорее всего получится его, может быть, растянуть. Я не знаю. Я его смогу просто если что заблокировать вот на своих этих пазлах. Растет, растет он у меня, друзья. Растет. Я сейчас вот пока домой еще ехала. Я его повязала. Я сейчас нахожусь в лютом стрессе, потому что я не довязала даже еще 30 ряд. У меня остался только вот такой клубочек. Плюс образец. Образец я планирую на закрытие резинки просто сделать. Вот эту нитку, в общем, взять на закрытие резинки. Но так я вообще не понимаю, как мне вот этого должно хватить на провязанную лицевую гладь. И еще 20 рядов вообще по моему плану. Ну, почти 20 точнее. И еще на 20 рядов резинки. Мне кажется, это нереально просто как-то. Итак, это завершающее подключение, где я сейчас вам покажу, что у меня по итогу получилось связать. Расскажу сейчас, в общем, что я решила сделать. По итогу, напомню, сколько пряжи я вязала. Пока я ее вязала просто в ноль. 70 хлопок, 20 шерсть и 10% антипилинг. В 50 граммах, 100 метров. В общем, не буду томить, вот такой свитерок у меня получился. Он супер кроп. Вышел, вы видите, здесь, что мне не хватает длины резинки. Я закрыла просто самым обычным способом. Не стала фабричным закрывать. Я его еще даже не стирала. В общем, я с ним пока что ничего не планирую делать, потому что я его довяжу вниз, когда пряжа появится в наличии. Я хотела заказать моточки, уже даже в этом видео вам показать, как я его там довяжу. Но зайдя на сайт, я увидела, что пряжи нет в наличии. И поставка будет еще как бы нескорая. Я вот не хотела, знаете, тянуть с выходом видео, что это как-то уже будто бы не актуально будет. Поэтому, когда я закажу пряжу и перевяжу низ, в общем, вы сможете увидеть это в моем телеграм-канале. Пока что он выглядит вот так. То есть, реально, очень кроп получился. Я тут что-то не понимаю. Я вам его передом показываю или чем? Резиночка тут такая, видите, супер короткая. Я, то есть, даже еще нитки нигде не прятала. Но я вам тоже вставлю фотографии к свитеру. Этот выглядит на мне. Пряжа, конечно, просто восторг. Я от нее осталась в полном удовлетворении. Конечно, что-то я не подрассчитала, что у меня, знаете, такая большая горловина. Да и он сам такой, ну, не маленького в целом размера. Вот почему-то я подумала, что мне хватит 400 грамм. Но нет, вот сюда прям, знаете, еще немного длины не хватает. То есть, он мне где-то по пупок, может быть, чуть повыше. А вот мне бы хотелось где-то по тазобедренной кости. То есть, тут реально прям еще немного длины не хватает, чтобы он был вот таким, как надо. Но, в целом, я осталась довольна пряжей. Всем я довольна, кроме длины. Меня вообще тут все устраивает. То есть, супер красивая горловинка такая. Рукавчики, как мы помним, я закрывала. Фабричным краем. Так, в общем, вот так вот выглядит. Я думаю, вам видно. Конечно, сейчас он выглядит немножечко, как Франкенштейн. То, что он, ну, незаконченный. И я сейчас его, скорее всего, не буду носить. Как раз-таки по той причине, что он, ну, короткий. То есть, я когда руки поднимаю, он у меня поднимается вот до уровня груди. Но, это не значит, что этот свитер плохой. Я его довяжу обязательно. Когда появится пряжа в наличии, я ее закажу. И свяжу нужную мне длину. То есть, получается, вот на эту тушку у меня ушло 400 грамм. Я думаю, заказать еще один моточек, то есть, 50 грамм. Я думаю, что мне хватит. Потому что в глади у меня связано было что-то 36 рядов. А мне надо было связать что-то около 50, по-моему. Мне надо было связать вот ту длину, которую я как бы в целом примерно планировала. Это где-то 54 сантиметра. Сейчас он вообще, конечно, супер крок, как я и сказала. Потому что, как минимум, довольно много ушло на горловину. То есть, целый моток, даже целый моток 50 грамм. Где-то 60 грамм, короче, у меня ушло на горловину. Возможно, если бы у меня горловина была меньше, то вышло бы, может быть, поменьше. В целом, в остальном, я довольна рукавами, какие они. То есть, мне нравятся рукавчики здесь. В общем, мне все нравится, кроме длины. Можно сказать, что я, по сути, довольна этой работой. Так что, пока что, я его убираю в пакетик и буду ждать, когда на сайте появится пряжа. Поэтому, да, на этом у нас было все. Такое видео получилось. Я надеюсь, что оно вам было полезно. Не будьте, как я, заказывать немного побольше пряжи. Цвет, кстати говоря, вдруг вам, если вы забыли, но я в начале видео говорила, 312. Цвет, этикеточка, я все этикеточки сохранила. Большое спасибо за просмотр. Ссылки, которые я обещала вам какие-то, может быть, оставить на протяжении видео, я оставлю их в описании. Будут в описании под видео. Там, всякие фабричные края и так далее тоже будут в описании под видео. Большое спасибо всем за просмотр. Я вас всех очень сильно люблю и целую. И до встречи в следующих видео. Пока!